Всем привет! В эфире новости Байкальского государственного университета в студии Алина Новосардян. Готовы слушать все самые интересные новости этой недели? Тогда поехали! Новый учебный год, новые первокурсники. Как прошло посвящение студенты? Адаптация к профессиональной деятельности. Маркетолог Михаил Шурыгин встретился со студентами БГУ. Сегодня школьник, завтра абитуриент. День открытых дверей прошел в колледже БГУ. В Байкальский госуниверситет с дружественным визитом прибыл генеральный консул Республики Кореи в городе Иркутске Хан Сион Чин. С гостем встретились и ректор БГУ Виктор Игнатенко и проректор по международной деятельности университета Михаил Кузьмин. В знак уважения консул подарил книгу собственного сочинения, которое рассказывает о пребывании консула в разных уголках мира. Ректор БГУ, в свою очередь, тоже вручил памятную книгу о научно-правовых оценках конституционности законов, авторами которой являются сам Виктор Игнатенко и профессор Алексей Петров. В результате встречи стороны обсудили возможность создания центра изучения корейского языка. У нас есть такая бюджетная программа, поэтому я очень серьезно думаю именно там включить Байкальский государственный университет на следующем бюджетном сроке. Посвящение в студенты – один из значимых моментов в жизни первокурсника. Тематикой праздника в Институте государственного права и национальной безопасности стали российские телевизионные программы. Только тут можно было увидеть несколько телешоу на одной сцене. Что еще было интересного, узнаете в следующем сюжете. Диаша, что такое книги? Не знаю, Диаша, может это планета? Целую планету телевидения увидели участники посвящения в студенты Института государственного права и национальной безопасности. Три команды и три телешоу «Давай поженимся», «Голос» и «Кондитер» были представлены на суд опытного жюри, в которое вошли представители дирекции института. Сами организаторы, члены студенческого совета, не остались в стороне и тоже показали на сцене художественного сразу несколько театральных реприз. Мы показывали номера, связанные с полицией, связанные со следствием. И в конце мы завершили это все прекрасные песни, которые мы переделали от группы «Король и шут», и мы ее переделали на студенческий лад. Критерии оценки выступлений юмор, артистичность и содержательность подошли и для оценки мини-спектаклей, и для этапа биатлон, оформленного в стиле клуба веселых и находчивых. Здесь капитаны команды отвечали на вопросы о разнице между баллами, искали формулы идеального студента, угадывали, почему в БГУ нет звонков между парами. А артисты студсовета напомнили первокурсникам об их будущей учебе и службе юмористическими сценками. Будни студента, следствие вели, опера и крестный отец. Очень понравились выступления студсовета. Видно, что дружные. Мы надеемся с группой тоже в ближайшем будущем. Будем также выступать, везде участвовать, потому что это очень интересно и очень приятно за этим всем наблюдать. Победителями стали студенты из группы НБ-23-1. Им был вручен переходящий кубок победителей. Остальные тоже не остались без подарков. Их наградили грамотами и пирогами. В конце праздника новоиспеченные студенты произнесли торжественную клятву и прошли веселый обряд посвящения. Диана Чуб, Игорь Титенко, Байкал-Универтв. Институт юстиции БГУ с радостью принимает новых студентов. Залы суда, адвокаты и места преступления в тематике зарубежного кинематографа. Как студенты проявили свои актерские способности и как прошло посвящение, расскажет Анастасия Хрипунова. Студенческий совет институции юстиции БГУ на сцене с КДЦ художественно выступает с зажигательным танцем. А это значит, что сегодня снова состоится праздник для первокурсников. В этом году тематикой посвящения студенты стала Голливудская фабрика звезд. Участники шоу поставили себе задачу показать разнообразные нюансы юридических процессов через игровые сцены зарубежного кинематографа. Старшекурсники в роли ведущих церемоний вручения Оскара в качестве почетного гостя вызывают на сцену директора института и объявляют номер за номером. Мы с радостью принимаем свои ряды новых студентов. Мы видим, каких талантов мы набрали. Мы видим потенциал каждого. Мы радуемся, что в наших рядах появилось столько много талантливых, красивых, интересных и умных ребят. Сегодня на сцене можно было увидеть зал суда, адвокатскую контору, кабинет прокурора и даже место преступления. Студенты исполняли роли полицейских, судей и подследственных. Они продумали костюмы, манеру поведения и не только хорошо выучили текст. Некоторые даже использовали грим, чтобы быть похожим на настоящего адвоката-афромериканца. Подготовка у нас шла, в принципе, хорошо, относительно даже замечательно, потому что у нас режиссер Ксения была просто волшебная. Она направила нас, получается, подсказывала, все делала. Когда мы пришли на сцену, и просто мы сценарий на ходу придумывали. Шанс показать свои актерские способности выпадает не каждый день. Поэтому первокурсники не упустили возможность поучаствовать в этом ярком и интересном шоу. Такие массовые мероприятия с тематическим уклоном в Институте юстиции планируют проводить и дальше. Студентов ждет ежегодный конкурс «Чтецов» и «День юриста». Ансиа Хрипунова, Игорь Титенко, Байкал, Универтв. Кто-то уже познакомился со своей профессией, а кто-то только определяется. Для помощи в выборе специальности колледж БГУ провел День открытых дверей. Будущие абитуриенты смогли ознакомиться с программами подготовки и посетить мастер-классы. Подробнее расскажет Дарья Журавлева. Все профессии нужны. 22 октября колледж БГУ пригласил будущих абитуриентов на Единый Всероссийский День открытых дверей. Школьники и их родители не только узнали о программах подготовки, но и познакомились с нюансами, возникающими во время обучения. Были на выставке профессий, и нам дали буклеты по поводу поступления. И вот первым пригласительным было сюда. И поэтому здесь, чтобы ознакомиться, послушать и решить для себя, нужна ли нам профессия с этого вуза. Пока родители сидели на собрании, молодое поколение посетило интересные мастер-классы. На каждом из них придумали увлекательные задания. Например, создание собственного сайта или решение интересных ребусов. Это, конечно, работа на фондовом рынке, работа с акциями, трейдинг и фьючерсы. Также я планирую в дальнейшем работать по этой специальности и получать дополнительное образование в сфере юриспруденции, работа адвокатуры и, возможно, развитие себя в сфере политики. Многие ребята еще не определились с будущей профессией. Им в помощь организованы такие мероприятия, как День открытых дверей. Вот здесь основная масса – это Иркутск, Шелихов, Ангарск. То есть это ближайшие города, кто территориально доступен. А вот такой формат онлайн, он как раз нам позволил немножко выйти за границей. И я думаю, что мы его первый раз попробовали. Я думаю, что он оправдал себя, поскольку он позволяет охватить достаточно большое количество территорий. В будущем студенты программ профессионалитета будут заниматься в новом отремонтированном корпусе. Уже в марте 2024 года гости смогут его увидеть, так как колледж откроет свои двери для нового дня открытых дверей. Дарья Журавлева, Игорь Титенко, Байкал-Универ-ТВ. Практическая подготовка студентов – одна из самых основных задач во время обучения. В колледже БГУ прошли лекции для будущих юристов. Как прошла подготовка к профессии, расскажет Алина Хандашеева. Студентам колледжа БГУ удалось получить настоящую майорскую звездочку из рук профессионального юриста и показать свои знания в правоведении. Именно так в Байкальском университете прошла показательная лекция высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел для будущих адвокатов, прокуроров и следователей. Мероприятие состоялось в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Проект «Профессионалитет» предполагает очень тесную связь с работодателями. Подготовка должна носить практикоориентированный характер. Но для того, чтобы эта подготовка носила качественный результат, естественно, все стороны должны быть готовы к работе. Лекция состояла из двух частей. Вначале студенты отвечали на вопросы по трудовому праву и приняли участие в специальной викторине. Вторая часть лекции была посвящена административному праву и его аспектам, а также решению задач по юридической тематике. Студенты работают замечательно. Группа очень хорошая. Я думаю, что не только группа, но и все студенты колледжа замечательные у нас. Мы с ними немного знакомы, потому что это, во-первых, наши амбассадоры, которые помогают нам продвигать нашу федеральную программу. Мы как работодатели очень заинтересованы в том, чтобы студенты были как можно лучше подготовлены к профессии. В скором времени будущие работодатели приступят к практическим занятиям уже как преподаватели среднепрофессионального обучения. А студенты колледжа БГУ после завершения учебы смогут сразу же устроиться на работу, в том числе в органы Министерства внутренних дел. Алина Хандашеева, Игорь Ситенко, Байкал-Универтв. Репортеры, рекламисты и финансисты в одном месте. Что у них общего? Тяга к изучению будущей профессии. В СКДЦ «Художественный» прошла встреча с маркетологом Михаилом Шурыгином, на который ребята смогли получить ответы на все свои вопросы. А о том, как все происходило, узнаете в следующем сюжете. Директор интернет-маркетингового агентства «Диалог» Михаил Шурыгин впервые со сцены «Художественного» общается с будущими репортерами, рекламистами и финансистами БГУ. Встреча прошла в рамках «Школы молодого журналиста» и организованной редакцией грантового проекта «Молодежный интернет-журнал ЧЖ». Ребята должны по выпуску из университета наработать так называемые компетенции. Универсальные, профессиональные. Вот как раз Михаил поможет выяснить то, что интересует сейчас рынок и попытаться адаптировать наших ребят к их будущей профессиональной деятельности. Вопросы о журналистике, рекламе, интернет-технологиях и бизнесе участники «Диалога в художественном» подготовили заранее. Михаил поделился своим профессиональным опытом и рассказал о перспективах и тенденциях развития интернет-маркетинга. Я считаю, что вопросы были безумно интересны. Я очень рад и приятно удивлен степень вовлеченности и глубины этой вовлеченности молодых ребят, которые хотят изучать профессию. 85 участников сегодняшней встречи представляли Институт культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий, Институт управления и финансов БГУ. Они учатся на трех направлениях – международная журналистика, рекламы и связи с общественностью и финансы. Список их вопросов и интересов получился настолько широк, что мастер-класс известного маркетолога занял две лекции по два часа. Он встретился со студентами не только 25, но и 27 октября. Людмила Шевченко, Игорь Тетенко, БайкалУниверТВ Именно так прошла неделя в Байкальском госуниверситете. Чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей, подписывайтесь на наши социальные сети. А этот и другие выпуски смотрите на сайте bgudfistv.ru Всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова